но доброго времени суток друзья сегодня выехал на охоту выезжаю собираясь время у нас уже два часа дня хочу отсидеть вечерку до полного темна а дальше посмотрим но еще обещают минус 5 то что смысла сидеть как-то ночь толку нет особо потому что утка летать точно не будет а с вечера возможно полетает тем более сейчас уже охота снова открылась 5 числа сегодня уже седьмое и соответственно люди будут еще ездить гонять везде сидеть больше уткам возможно буду больше шевелиться и возможно получится что-то добыть сейчас накачаем комплект лодка плюс мотор потому что ехать нужно будет на лодке довольно таки не близко сейчас я накачаем все вещи соберем беру еще собой вторую лодку потому что нас на лодке не получится возможно заехать у лужу куда я хочу сесть поэтому нужно будет малая либо также не вещи скидываешь и тащи за собой я буду накачивать качать и буду пробовать сейчас машины этого качал электронасосом лодку высокого давления с помощью аккумуляторов внутренних сейчас же буду качать именно на проводе заодно испытаем посмотрим как это получится на улице ветреный прохладно всего лишь плюс три градуса сейчас соберем такой наборчик а прикуривателя убираем пару слов еще расскажу электронасосе об лодке об моторе все как обычно для полной информации так стоп это клещи нас кстати далее аккумулятора машины можем цеплять прикуриватель на то что это штекер нам не нужен убираем лодочку уже разложил длина лодки 335 на высокого давления вот этим дном сейчас мы качаем дело покажу расскажу немножко качать буду сегодня новым насосом потом у старого насоса тоже от марина рокет который с аккумулятором утренним это вот попозже немножко сегодня у нас будет модель аэро 020 также насос высоким давлением может качать до 1350 примерно мили бар от марина рокет длина шланга здесь примерно один метр идет клапан уже вкрутил главное выхода не перепутать один идет на вкачивание другой идет на выкачивание воздуха из лодки бары выставляем здесь у нас и пока не бары представляем бары вот бар кнопка плюс лодка на скачается у нам максимум не нужен 1479 уменьшаем до 245 кстати счетчик очень быстро работает на той старой модели он помедленнее будет 241 бар кача ибо мили бар пока накачивается задний баллон посмотрим сейчас пока качает именно первый электронасос до определяем давление сейчас посмотрим когда начнет работать высокое удаление насос внутри ней там едва насоса в этом насосе точнее два электродвигателя посмотрим какой отметки он сработает баллон уже упрямляется охота на утку будет с щелами сделаю скородок шалаш поставлю потом обнесу его маст сетью само собой зарядим ружьишка и будем сидеть еще лавы с ним количество 10 штук на воду давление 45 сейчас работает на сосисок во давлении крышка проводов машины потает от приборов примерно 65 сработал высокого давления на сосиске еще немножко осталось о готово сиденьку показать не поставил вверху установил сейчас подключаем к переднему и потом в нище в принципе недолго готово сейчас самое интересное испытание надувного 1 высокого давления качать будем 1035 так проверяем клапан чтобы все было вытащено поставим ровно шланги очень дубовые такие пластиковые хотя бы не ломается ничего гнется нормально сейчас на счетчики выставляем так выставляем 1035 это плюсики просто удерживаем и счетчик набегает 500 700 800 1000 1069 вот 1034 я делаю обычно и пуск все пошло до не простого высокого давления сейчас посмотрим как накачает если все нормально пластичный молодец давление держит большое отлично насос накачал 1034 справился молодец сейчас все это дело собираем лодку накачали сейчас дело за малым вешаем мотор закидываем все вещи и вперед хороший насос работает все в порядке с высоким дном справился без проблем 1031 мы накачали давление нормально в самом принципе не нагрелся время его работы максимально как помню 15 минут у нас же ушло не больше 10 минут считаю на эту лодку так что без проблем но вообще не нагрелся как бы холод так и есть но на улице еще плюс всего 3 градуса и все сейчас в коробку все укладываем чехла нету чисто в коробке недорогой тысяч восемь примерно стоит ну там минус скидки еще можно сделать 10 процентов сейчас все это объясню шпальник тоже убираем поставляется в таких черных коробках вот такой вот насос лодку собрал машину убрал от берега подальше в принципе готов оделся утеплился сейчас пожилет одеваю сажусь сталкиваюсь завожусь и погнали по насосам электронасосам что по старому насосу что по новому брал их в магазине водник водник это город Владивосток Хабаровский край оттуда заказывал есть промокод 10 процентов на любой товар не только на насосы в этом магазине интернет магазин вообще огромный если что вдруг кому надо будет а надо будет ноги водомоторникам потому что там уже продаются запчасти комплектующие винты какие-то там даже большие лодки сиденья и так далее все очень много так что заходите смотрите ссылку оставлю тоже промокод будет тайга большими буквами скидка 10 процентов на любой товар насколько я знаю заходите пробуйте заказывайте кому надо насос нормальный все отлично работает единственное только нужна машина рядом чтобы с него заводить как нужен аккумулятор либо аккумулятор покупать небольшой и с помощью его возить с собой и где надо подкачивать с стройными аккумуляторами удобнее конечно но его хватает тоже примерно 2-3 заказчики в данный момент на 2 заказчики такой лодки спокойно хватает но это об этом будет уже в следующем фильме кому интересно сейчас едем на охоту погнали будем пробовать в этом доме прогрелся так как щипы безопасности одеваем попробуем пробраться через кусты или не стоит место в принципе широкое но даже резкие повороты можно в Холёк выехать течение бешеное с реки нужно заехать в Муврике в ТАИС в ПОСВУДИНО в ТАИС в Муврике заед в КУОН в КАТЕС в КУОН в КУОН в КУОН вижу заезд пытаюсь буксировать бревно которое мешает взаест в виску в КУОН пошло-пошло-пошло метра уже четыре протащил сейчас проход освободится и туда заеду хорошо шпагат с собой из петли накинул и вытаскиваем вижу его узкий очень только главное сюда чтобы ночью выехать нормально может вот он проход потихонечку чтобы он не пробить нигде где плохо крепкий на ничем ползем по кустам все почти проехали еще не сильные внутри здесь трава обратного я и буду по-любому с вонарем отлично заехали сейчас только винт почистить на будет по-любому так проехал очень узко конечно пипец ладно может там тоже будет выехать потом можно смотреться сразу здесь и выйду в конце везде мелко вдоль кустов пройдем вдоль кустов обычно всегда глубже будет а и Травы намотали уже полный винт, сейчас немного выехать здесь. Травы накидало, конечно, много, винт еле крутится уже, но она такая неплотная, вот когда сеть на винт наматывает, вот это жесть, без ножа вообще не обойтись. Ну все. Струбцунки проверить, все затянуто. Так, ну куда теперь? Так, надо обдумать. Либо здесь, либо там. Наверное здесь. Так. Наконец-то приехал на место. Время уже 15-4. Сейчас буквально вторую лодку с вещами протащить метров 150 и буду ставить шалаш. Ну так, пара палок, там у нас старые палки остались и пошла отсидели. Обнесу Массетию два круга и все, готово. Ставлю сульчик, выкидываю чучела, заряжаюсь и будем пробовать охотиться. Проехал, наверное, километров 15 не меньше, пока туда-сюда крутился место искал. В одном месте заехал, не то, в третьем месте заехал. Точнее во втором месте заехал, там все занято, чучела везде стоят. Хотя утки тоже сидели. Было шелохвосты, какова-то чернит видел, черки с рисунки и одну крятку в кустах. А когда мимо проезжал, метров примерно 20-30 от нее проехал. Ладно. Мотор работает отлично, без проблем. С полуточка заводится и погнал, полетел. Водка тоже за счет. Это Рокки 335, если что. Все, ладно, погнали. и Но я на месте, сейчас будут скроток делать по-быстрому. Утки сидели, две кряковые, два черкасса и сумка, там за островком. Вот я и буду, чтобы они туда-то не садились. Хотя мы их и здесь оставили, может что-то и будет. В принципе травишка есть, вроде все нормально. Шансы большие, конечно. Вокруг народ будет сидеть, сейчас будут уток уже гонять, не как в прошлый раз. Мы только одни с подсадной, больше никого не было. Сейчас же, возможно, будет поинтереснее, а может и нет. Если утку, конечно, не разогнали все. Надо пробовать, что делать. Проготавливаю чищила, они совершенно новые, на воде еще ни разу не были. Хорошие пенопластовые, ветром гоняет, не простреливает, с толком ничего, не портится. Сейчас привязаны веревочки, грузики и нормально. Вместо грузиков у меня гайки пойдут тяжеленькие, чтоб не уносило по 25 рублей штука емно. Ну и капроночка. Белая, правда, хотел чернусь, а черная не было. Ну ладно. Так, пока сюда. Черкиси сумки везде поют. Утка летает немножко. Утка крепкая. Длинные пока делать не буду. Полтора метра больше не буду. Всегда можно добавить. Так, оклад и щерень ставлю дальше, чтобы видно было хорошо. По центру, где-то здесь. Ветер еще как раз таки от меня. Не плыви. Первый есть. Сейчас еще самца и три самочки. Чищила выставил в кличе десяти штук. Это пять штук охвата щернити. Два середине и три самки. Там они стоят белобокие. Самок немножко должно быть чуть больше. Два шелохвоста самка и три свиязя. Самка. Самка. Самка и самец. Пока оставил. Утки немножко летали. Двойки, тройки, однушки. Шалаш сделал. Воды, в принципе, здесь много. Там, конечно, плетают в конце, вижу. Вода у меня и за этим островком тоже находится. Тоже могут там сесть, конечно. Здесь могут сесть. Поставил так, чтобы садились хохлатые щерни туда, в открытое. Если она, конечно, есть. А сухая утка может за них, перед ними, слева, в траву, куда угодно. С другой стороны тоже вода окружает. Тоже утки могут сесть спокойно. Шалаш вот такой вот. Массеть. Первая там массеть. Заказываю уже давным-давно ее. Не помню, то ли с Алиэспресс, то ли где. Вот такая вот ткань. Остальная это тканевая. Полтора, кажется, на шесть метров. Если не больше. Вот такая сетка. С этой стороны толком ничего не видно. С другой стороны лучше видно. Сейчас будем заряжаться и садиться. Карлочка оборудования. Стульчик есть. Но пока нависеть не буду. Буду сесть на мешке. На ПВХ. На ПВХ мешке у меня там зимняя одежда есть. Ватники и пушлат, чтобы подевать небольшой перекус. Так, булочки с мясом, тушенка и термосок. Спас-жилет рядом лежит. Может быть, просто на нем лежать. Но еще посмотрим, если буду, конечно, здесь долго задерживаться. Расчихляемся. Ружье будет Франки Афинити. Модель Уан. То есть вторая. Дольное сужение 0,5. С этим ружьем я уже охочу четвертый год. Если не пятый уже. Давно уже. Добыты с него не одна сотня уток, тетеревов, глухарей, грябщиков. Всего много. Самый большой сезон с него добывал за 8 где-то штук 138 уток. Помню. Это было года три назад. В прошлом году мало добыл. Всего 84. В этом году еще меньше. Добыл всего, я имею в виду, за осень. Где-то 56 уток. Или 58. Потому что был занят таким на бобрами. Так. Давайте патронтаж пока не буду разбивать. Останавливаем пока кофру. В кофре у нас патроны. О, какая россыпь разноцветных. Так, что мы зарядим? Зарядим, наверное, первая четверка без контейнера. Хлопать я не люблю. Лучше чуть-чуть сопровождать. Ну, а дальше тройка контейнера. Стрелял сам контейнерами. Без контейнера использую крайне редко. Только если на большинстве потом. Сейчас буду стрелять третьим номером. Патрон стерлинг. Зараза. Патрон в прошлом году был всего 45 рублей. Покупал даже 42 по акциям. Сейчас рублей 70 стоит. Я в шоке просто. Так, все, 5 штук есть на предохранителе. Ружье очень удобное, на скидку. Мушка мелкая, в отличие от наших русских ружей. Как о мэрке 155, например, да? Там ушка просто крупнящая, красная, здоровенная. Здесь же она маленькая. Маленькая, аккуратненькая, красненькая. Четко все видно с ней. Пусть пока стоит. Достаем манки. Буду покрякивать иногда. Потому что без манков это немножко не то. Старый самонок найти не мог, которому сильно пользовался. Пришлось новый покупать. Посмотрим. Будет ли толк. Я знаю, кряка в кустах здесь сидят. И достаточно немало. Я их видел даже. В небе летают двойки, однушки. Прямо как на утке шел тоже. Проплывал они. Были. Так что утка должна быть. Хорошо. Время 17.10. Пока ждем. Никого нету. Покрякал. Ни один никто не летает. Пока тишина. Нужно подождать время еще, конечно, где-то до 8. С 8 до 9. Самый лет. Ну, до полдесятого максимум. Дальше начинает немножко еще шевелиться утка с 12 до 2. Потом опять перерыв. И не факт, что на утрянке она еще будет летать. Утрянка она может быть и в 6 и в 7. Так что посмотрим. Как по состоянию. Посижу долго? Нет, блин. Чащила стоят. Сейчас пока щеку попью. Потому что уже из дома ушел еще в час дня. Идет 2. Наверное, повторого. Нужно немножко перекусить. Отличненько. Термос хорошо. Раньше всегда вот за крылкой костры жгли. Костер, чайник, кипятили. Сидели. Но это, как правило, было где-то метров 70 от корыулки. В стороне. Если двоим с отцом сидели. Отец оставался в корыулке сидеть. Либо наоборот. А второй человек пошел. Жечь костер и греть чайник. Ходили. И по самому закону подлости. Только уходишь пить чай. Смотришь, налет идет. Стая прямо в манихи садится. Бах. Все, и никак. Ладно, чай пьешь. Потом идешь. Снова сидишь, ждать следующих. Ну и то много настреливали. Это было, когда я еще в школе учился. Давно. Лет так 20 назад. Отлично. Сладенький чай. Самое хорошее дело. Пока ждем. Полный штиль стал. Тоже немножко минусы. Каждый шорох все слышно. Но и утки, если летят. Их тоже далеко слышно. Только кулики пока заливаются голосами. Крашне плетал. Бекасы разные. Такие дела. Заливается. Рыба тоже зашла. Видно с реки булькается. Вон там в кустах везде. Мышь пока. Да ты что ли булькается? Нет. Рыба ходит прямо. Полосы такие в полном штиле. Видно очень хорошо. Крек в селезне пролетел. Где-то прокрекал тоже боком. Может мимо прошел. Не слышал толком. Черкис и Сунинки садились справа. Метров 70 примерно от меня. В кустах поплавали, поплавали. Там поплескались и улетели. Такие дела. Время пол шестого. Сидим пока. Вся надежда через два часа. Кто знает. Может сейчас что-то прилетит. Все равно люди будут заранее заезжать. Как бы утку гонять. Чем-то может и подлетит. Крахали сегодня видел. Уже летали тоже. Большой Крахаль. Коголя. Рекой летает. У себя конечно мало шансов, что залетят. Морская даже нету шансов. У них больше по альзерам, по глубоким порекам. Все так сухарелось. Но. Крахал-то чернча может залететь тоже. Монком конечно работаю не от АС. Но утки подлетают. Значит работает. Есть. Сбил. Сережень Шираконоски летел. Шляпу далеко видно его. Он до лужи шел. На манихе что-то низко шел. Мимо как бы. Спускаться немножко и дальше. Видно. Видеть, что их нету. Отлично. Пойдем доставать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. Надо быстрее садиться. Утка начинала оживать. Еще пара прошла. Один широконоска налетел Либо саксом еще называем его Пока доставал, еще пара прошла Это походу были стеснки Где-то там Метров 25 стрелял Весь переломанный Крыло Оба крыла Видно, которая прошла на вылет Как бы и перебила А так это, представьте, у Лутиных Самый большой клювом Либо шляпой называем еще его Шляпа Клюв Большой Теплый, горячий Ладно, с поля у нас Один есть Сидим тихо Чтобы дальше не шуметь Полет вот немножко стали Люди заезжают, слушай, на водку И водка поднимается с кустов И поэтому Увать надлетает Как раз я оттуда и шел Откуда шум был Я думаю, будет летать Ночь теплая Точнее вечер Солнце и полный штиль Солнце скоро будет заходить Но еще высоковато Скоро с деревьями скроется Так уже будет немножко потемнее Это пока только в глаза свете Так и видно-то не очень хорошо Че щела стоят на воде Сейчас ветра нету Так стоят неподвижно практически Ветер дует посильнее Так сразу гонять начинает Здесь сухари стоят Слева Ждем дальше Стрядь немножко влет не особо удобно Балка стоит С новой веткой Немножко приставать Либо как-то так Зато если сядут Меня видно не будет Сверху тоже закрыт Более-менее Борта высокие Обещаю сегодня минус 5 Посмотрим Но пока сижу Главное один есть Еще бы на вода бейдек Кряку бы еще, конечно Было бы вообще замечательно Кряка все-таки большая Больше килограмма мяса Широконоски же Немного Грамм примерно Может быть 500 То есть 450 Не более О! Горбинка лапы перебила Стрелял четверкой Бесконтейнерной И нормально Опережение примерно Вот столько взял перед носом Ну один корпус где-то так И тряпка завалился Ну как тряпка Немножко Пронесло его еще по инерции Метров на 15 Наверное на 20 Пусть обсыхает Одиночки не летают Сейчас может быть Время уже 7 Скоро Сейчас походу буду стрелять Кряк влетит Самец Крутится Два круга дал Недалеко от меня метров 60 может быть Что-то не приблизился Ну вот так вот Захочешь снять Выстрел на видео И как обычно Селезнь ждать не будет Кряква села Слева Наманил Метров 30-35 Вытянулся Пока видеокамеру Все наставишь На него Настроишь Полетел Надо было стрелять Еще бы Днедобыча уже была бы А так Ушел Стайка связей Прошла Стороной Шелухвост Это шелухвост Сидит Немножко не там сели Сидит Ушелухвост 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 Время начало 9-го, охотников думаю сидеть немало, но еще пока не то толком не стрелял. Ждем. Двикоряку садилась, метров 70 в ту сторону, в угол, посидели полчаса до улетели и все, там где-то за кустами. Метров 70 от меня садились 2 шелохвоста, черки и свистунки походу, штучки 4 правее были тоже и все, пока больше никого. Стая крутились, взлетали, но все далеко и высоко. Пока добыть больше ничего не получается. Ждем. Ну еще есть время 2 часа сидеть. Шансы-то есть большие, правда скоро стемнеет, но небо ясное, хотя бы что-то видно. ясного Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Утка начала летать... Только так добыть не получилось... Улетела все-таки... Дробь по ней... Карабкалась, карабкалась... Лодку спустила быстрее до нее... Метров 30 не доплыл... Из леса прямо полетела... То есть она убралась на берег уже... Из берега прямо... Ходом за кустами и ушла... Жалко... Щирки сели там... Сисунки... Две штуки... Но далеко... Время уже девять часов... Сейчас по идее самый лед... До десяти... Две штуки... Есть! 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 охоту закончил удалось добыть трех селезней это селезни связи еще называет пара штук и широконоска самое начале которое неплохо сейчас все это дело еще буду теребить опаливать дела нужно доделать сейчас быстренько все это дело отереблю доделаю утка летала очень хорошо даже вечером но все в небе и все пролетом как-то так крутится вертится все высоковато стрелять так тоже особо не будешь удалось посадить одного самца ну с пара села селезни выбил он видно сразу крупным такой на воде держится самка нам более немножко приземистой книзу не поменьше удалось взять четко один связь первый который был налетел в лед его сбил четко было тоже упал тряпкой воду жалко еще крекла который удалось заснять на видео ушла под ранка непонятно даже на ту сторону он уплыл пока дергаясь я вижу где он плывет подкус начинают заползать я то на весах быстрее быстрей он хоп оттуда прямо разбегами полетел улетел все пипец просто я был в шоке как так блин три патрона попросил в итоге ушел далеко было конечно метров 40 примерно 45 как бы недалеко но не взяла почему-то а так снимать утину охоту очень сложно особенности когда утки плавают перед тобой и нужно ставить я камеру так 1 одну кряку сегодня упустил тоже можно было спокойно 5 штуки итоге добыть норма норма 5 уток весной а так ладно хотя бы 3 то хорошо утка очень жирная просто идеал они готовы Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok